В средневековом обществе возможности для самореализации женщин были крайне ограничены. Некоторым, однако, удавалось преодолеть это препятствие и даже единолично управлять огромной империей. Еще во времена правления своего дяди Юстина I Юстиниан встретил Феодору, ставшую впоследствии его женой. Будучи совсем юной, она приобрела репутацию самой отъявленной куртизанки Константинополя. Позднее она стала любовницей чиновника средней руки из Северной Африки, поссорившись с которым она вернулась в Константинополь. Там ей удалось обзавестись полезными связями и выйти на Юстиниана. Как только она была ему представлена по описаниям имеющихся у нас источников, он сразу был пленен ею. Однако это, конечно, был существенный мезальянс, а к ним общество относилось всегда не очень. Против их брака выступала также и императрица, но природа спор разрешила. В 524 императрица умирает, а годом позже Юстиниан и Феодора обвенчались. До конца своих дней она будет оказывать огромное влияние на мужа и впоследствии была вместе с ним причислена православной церковью к лику святых, что в принципе крайне удивительно, если вспомнить ее бурную молодость. Став императрицей в 527 году, уже после смерти Юстина I, она правила фактически наравне с мужем. Принятие любых сколько-нибудь серьезных решений не проходило без ее участия, что отмечается даже в персидских источниках. Ее влияние на мужа ярко проявилось в период крупнейшего восстания в истории Византии, Ника 532 года. Оно едва не стоило Юстиниану как трона, так и жизни вообще. В разгар событий Юстиниан, уже обсуждая ситуацию со своими советниками, начал склоняться к идее побега. Но волевая Феодора отреагировала на это довольно резко, следующим образом. Как вообще император может позволить себе стать беженцем? Да никогда не произойдет того, чтобы я по своей воле скинула императорскую мантию, или же узрела день, когда меня более не величают по моему титулу. Если ты, мой император, желаешь спасти свою шкуру, то волен действовать по собственному усмотрению. Здесь, безусловно, чувствуется характер человека, который поднялся из самых низов. Такие всегда очень боятся вернуться в исходную точку, а потому готовы ставить на карту прям все, включая их жизнь. Но, конечно, такая речь пристыдила мужчин, которые находились при этом, и о побеге уже никто не думал. Восстание удалось подавить при помощи Велизария, прежде всего, и, тем не менее, Юстиниан сделает правильные выводы. Налоги, бывшие одной из главных причин этого восстания, больше не будут выходить за разумную границу. Следует отметить, что Феодора была крайне мстительной и безжалостной к своим врагам. Так, вечером, в тот же день, во время восстания Ника, к Юстиниану привели дрожащего Ипатия. Тот был племянником императора еще Анастасии, оправившего за 30 лет до этого. Его втянули в мятеж против его же воли, толпа его короновала. Юстиниан склонялся к тому, что, ну, надо помиловать его, но Феодора настояла на том, что Ипатии всегда будет угрозой, и его надо казнить. Юстиниан воле жены подчинился. Также именно Феодора ответственна за нестабильное отношение величайшего полководца своего времени в Велизарии с императором Юстинианом. Ситуацию на этом фронте усугубила чума 542 года. Это была первая в истории пандемия чумы, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир. По современным оценкам, она убила до 100 миллионов человек. И историк Прокопий Кисарийский описывал эти события следующим образом. От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по несколько дней несожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, ремесленники бросили свое ремесло. Заболел также и сам Юстиниан, и некоторое время опасались, что император не выживет, а Феодора всерьез испугалась за свое положение. Тем временем военачальники, находившиеся на востоке, среди которых был упомянутый Велизарий, решили, что не признают нового императора, выбранного без их участия. Когда Юстиниан пошел на поправку, Феодора отомстила за свои страхи. Все имущество Велизария было конфисковано, а сам он был отправлен в отставку. Других военачальников ждала еще худшая участь. Однако, довольно скоро самого уже Велизария вынужденно придется возвращать из этой отставки. Но история их взаимоотношений у нас подробнее рассмотрена в отдельном видео об императоре Юстиниане. Феодора сама же умерла в 548 году и вместе с ней ушла из жизни значительная часть одного из величайших императоров Византии. Юстиниан погрузился в глубокую скорбь, прервать которую не могли даже бедственные новости о положении Византии в Италии. Сам он будет править еще 17 лет, но без Феодора он будет стремительно угасать и уйдет из жизни намного позже, чем того требовали интересы империи. В 780 году император Лев IV умер в возрасте 31 года. После него остался 9-летний сын Константин, который стал правителем при регенстве матери Ирины. Ее описывают как склонную к интригам двуличную женщину с огромными амбициями и жаждой власти. Теперь же она становилась по сути единоличной правительницей. Но следует отметить, что делала она это крайне эффективно. Тем не менее, положение ее было не вполне твердым. Она была ярой противницей иконоборчества, которая активно разворачивалась в то время. Подробнее об этом в соответствующем видео. Армия в Анатолии, в подавляющем большинстве состоящая из иконоборцев, подняла мятеж против Ирины. Лидером восстания стал один из братьев Льва IV. И чтобы в дальнейшем подобные события не повторялись, все братья, то есть дяди царствующего императора Константина, были отправлены в монастыри. Постепенно она отстранила от высших постов церкви и государства всех противников икон. И решила созвать Вселенский собор, на который пригласила представителя римского папы, чтобы осудить иконоборчество как ересь. В результате это произошло на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году. Довольно успешной была внешняя политика империи в этот период. На фронте с арабами удалось, по крайней мере, отражать их наступление. Подробнее опять же об этом есть отдельное видео об арабо-византийских войнах на канале. Тем временем Ирина все правила, а Константин-то подрастал. Ему уже было пора передавать власть, но в 790 году она издала указ, который объявлял ее пожизненно первым лицом в империи. Это фактически сделало ее узурпатором и объединило всех ее немалочисленных врагов вокруг ее сына Константина. Вскоре был организован заговор, но она о нем узнала. Константина бросили в тюрьму и Ирина потребовала, чтобы армия принесла клятву верности лично ей. Европейская часть войск подчинилась, однако войска, расквартированные в Малой Азии, отказались это делать и новый мятеж подняли, объявив Константина единственным законным правителем. Им даже удалось арестовать Ирину, и когда Константин вышел из тюрьмы, он понял вдруг, что популярность его велика как никогда. Само будущее уже, казалось, принадлежало ему, но он все это дело успешно проторабанил. В 791 году армия арабов торгается в восточные провинции империи, и Константин заключает в ней позорный мир, который предусматривал такую дань, которую империя вряд ли могла себе позволить. Годом позже он отправляется в поход против Болгар и позорно бежит с поля боя. Очевидно, он не справлялся с бременем власти и решил поделиться ею с матерью. Однако противников Ирины и Коноборцев это не останавливало, и они начали новый мятеж, центром которого стал Никифор. Один из тех самых братьев Льва Четвертого, которых упрятали в монасты. Тем не менее, мятеж был подавлен, Никифора ослепили, а остальным братьям отрезали языки. Но это еще не самая жестокая история в этом повествовании, к сожалению. Между сыном и матерью на какое-то время установился хрупкий мир, однако в 797 году Ирина совершила деяние, которое даже по меркам византийской истории, а кто смотрел все видео на канале, и все предыдущие знают, что там много всякого творилось, но это поражает воображение даже на всем этом мрачном фоне. Она приказала ослепить собственного сына, причем сделали это таким образом, что у него не осталось возможности выжить. Есть, однако, версия, что Константин прожил еще пять лет после этого. Но, опять же, в сути дела это сильно не меняет. Так или иначе, этот варварский совершенно акт Ирины уничтожил популярность ее в народе и в армии. Она пыталась искупить это сыноубийством, масштабным освобождением населения от налогов, но такое страшное позорное деяние, конечно, это перекрыть не могло. Положение вот этой первой женщины, которая самостоятельно правила Византии, могли спасти только масштабные перемены в Западной Европе. Там Карл Великий, бывший королем Франков, в 800 году короновался как император Запада в Риме. Впервые со времен падения Рима в 476 году на Западе появился кто-то равный по титулу византийскому Василевсу. Понимая, что после смерти Ирины будет избран новый император, Карл Великий увидел, что сейчас есть окно возможностей, уникальный шанс объединить Восточную и Западную империи под единой короной его собственной. Для этого надо было убедить Ирину выйти за него замуж. Ирина наверняка была бы не против, но византийцы на это смотрели совершенно иначе. Для них Карл был самозванцем. Они хоть и ненавидели императрицу Ирину, тем не менее были возмущены еще больше возможностью, что ими будет править неграмотный варвар, который не может поставить даже свою подпись, иначе как обвести ее по трафарету. По 702 году послы Карла прибывают в Константинополь просить руки Ирины, и здесь они обнаруживают лишь ненависть к императрице, которая в том же году была свергнута, сосланная на остров Лесбос, а через год умерла там. Феофана в истории Византии знаменита не менее, чем Феодора уже упомянутая, да и Ирина тоже. Она поражала всех своей красотой, белизной кожей, умом и грацией. Происхождение ее до сих пор вызывает некоторые споры, но в целом все исследователи сходятся на том, что путь ее, как и предыдущих двух героинь повествования, начался из очень низкой точки. Вероятнее всего, она была дочерью некоего трактирщика из Лакедемонии, который держал свое заведение в одном из самых бедных районов Константинополя. Каким образом она познакомилась с императором Романом II, сыном Константина Багринародного, и была привлечена на осмотрины потенциальных невест, куда обычно приглашались девушки из самых знатных семей империи, это, в общем-то, загадка. Вполне правдоподобным выглядит предположение о том, что Роман повстречал Феофану задолго до сватовства, и между ними случилась любовная связь, ну и впоследствии уже смотрины, в общем, были подстроены таким конкурсом, получается. Так или иначе, она стала его женой, и в 958 году она родила ему сына, будущего императора Василия II, в 960-м подарила мужу второго наследника, Константина VIII будущего, затем царица родила двух дочерей, Феофану и Анну, которые тоже вскоре станут деятельными персонажами в истории Византии. Феофану выйдет замуж за императора Западной Римской империи, германского короля Антона II, а Анна станет супругой киевского князя Владимира, который будет крестителем Руси. Как мы уже говорили в видео о Македонской династии, начало правления Романа II выглядело крайне многообещающим. Он сам молодой наследник любимого всенародно императора Константина Багрянародного. Молодая жена ему родила наследников на престол империя, окончательно перешла к наступательным войнам против арабов, а Македонский Ренессанс находится в самом зените. Ну чего еще в самом деле желать? Однако сама Феофану была чрезвычайно амбициозной и свободной от всяких моральных ограничений. Она полностью контролировала мужа, сослала его мать в дальний угол дворца, где та впоследствии умерла в одиночестве. Феофану также настояло на том, чтобы пять сестер Романа были сосланы в пять разных монастырей, и Роман не смог противостоять ее воле здесь. Однако в 963 году молодой император Роман II внезапно умер. Молва сразу же начала обвинять в этом Феофана, которая за два дня до этого родила ему дочь. Сейчас сложно сказать о том, как обстояло дело. Некоторые специалисты прямо говорят о том, что Феофана отравила мужа, но это все-таки с большой натяжкой. Да, она способна была на убийство, о чем мы поговорим в дальнейшем. Мы увидим, что для нее это не было проблемы. С другой стороны, ее явно не любили в народе и даже подозревали в том, что она отравила Константина Багринародного, отца Романа II, что вообще похоже на совершеннейший бред. Также смерть Романа II ей ничего не давала. Опыт Константина Багринародного показывал, насколько трудным может быть положение малолетних наследников престола. И его матери, мать Константина Багринародного, сослана была в монастырь и оттуда уже не вернулась. И Феофана оставалась двумя сыновьями шести и трех лет от роду. Поэтому, в общем, это было не вполне разумно. Сторонники версии об отравлении здесь ссылаются чуть ли не на послеродовую депрессию. Ну, конечно, здесь женщины способны поступать крайне неразумно, потому что гормональный фон, как известно, скачет. Но, слушайте, ну если это единственное объяснение здесь, то это большая натяжка, на мой взгляд. Так или иначе, факт в том, что Феофана вынуждена была искать защитника для себя и своих сыновей и решила положиться на полководца Никифора Фоку, недавно отвоевавшего остров Крит для Византии. 16 августа 1953 года он был коронован в присутствии двух юных императоров в качестве их соправителя. Месяц спустя Никифор и императрица Феофана обвенчались. Природа этого брака до сих пор остается загадкой. Молва гласила, что Никифор влюбился по уши в молодую императрицу, но, учитывая его глубокую религиозность, историки часто полагают, что этот брак был частью их соглашения. С другой стороны, когда дворцовый священник, по глупости, что называется, упомянул о том, что Никифор приходился крестным отцом одному из детей Романа II и Феофана, естественно, то брак их не мог быть действительным, потому что это ставило по церковному закону их абсолютно в недопустимую степень родства. И в этой ситуации получалось, что Никифор мог, в принципе, избавиться без последствий от Феофана, но он этого не сделал. Поэтому, наверное, все-таки какие-то чувства он к ней испытывал. Для того, чтобы разрешить вот этот конфликт с церковью, на который Никифор пошел ради того, чтобы сохранить свой брак с Феофана, он созвал Синод, который указал на то, что закон о запрещенной степени родства был принят при правлении Константина V, который был иконоборцем и объявлен еретиком. Конечно, здесь мы видим явное нарушение логики, потому что если закон был принят плохим императором, в данном случае еретиком, это совершенно не должно влиять на оценку самого закона. И не значит, что этот закон не должен действовать. В результате патриарх отступил, когда увидел, что даже его ближайшее окружение, в общем, от него отвернулось. Сам Никифор II Фолка был довольно успешным императором, однако в народе он очень быстро растерял популярность. Его потакание крупным землевладельцам, снисходительное отношение к армии, хотя еженочные кутежи пьяные солдатни заставляли честных горожан бояться выйти на улицы Константинополя. Даже в армии он утратил значительную часть популярности, когда он лишил выдающегося полководца Иоанна Цемисхи, отчина стратига Азии, и выслал в имение без права посещать Константинополь. Однако Иоанн наловчился каждую ночь тайком пересекать пролив и встречаться с императрицей. Там они, помимо других менее предосудительных занятий, хладнокровно спланировали убийство Никифора. Постоятельства убийства Никифора уже дважды описывались на канале в ролике о Македонской династии отдельно усвернутых императорах, поэтому повторяться не будем и обойдемся тем, что в ночь на 11 декабря 1969 года император Никифор был убит. Патриарх не мог отвергнуть нового претендента на престол, Иоанна Цемисхи, но выставил жесткое условие. Он не мог быть коронован, пока Феофана не будет сослана. В отличие от предшественника, Иоанн, не колеблясь, выслал ее на Принцевые острова в Мраморном море, которые иногда называют складом имперских отходов. Ярость Феофана, узнавшей о такой ее судьбе предательстве ее возлюбленного, была страшной. Она рвалась увидеться с Иоанном, но все тщетно. Слуги царя сопроводили императрицу к месту ссылки, не дав ему повидаться с ним. Через достаточно короткое время, однако, Феофана удается бежать с Принцевых островов и вернуться в Константинополь. Ей казалось, что будет достаточно встретиться с Иоанном, и тот не устоит против чары ее прекрасных глаз. И действительно, император дрогнул и согласился встретиться с бывшей императрицей. Но тут вмешался своеобразный злой демон Феофана, первый министр по имени Василий Нов. Он добился того, чтобы встреча двух любовников произошла в его присутствии. И это было очень разумным и своевременным шагом. Желая казаться настоящим царем, таким мужиком, которого должны уважать, он, а Иоанн, держался холодно и отстраненно с Феофана. Не добившись своего, используя все возможные женские ущерения, она осыпала императора потоком брани и ругательств, а затем бросилась с кулаками на первого министра. Василию только это было и нужно, и по его приказу бывшую царицу арестовали и сослали в ссылку, но уже теперь в далекую Армению. Там она проживет долгих шесть лет, которые окончательно сломили ее некогда твердый характер. Только в 976 году ее сын, Василий II, ставший после смерти Иоанна полноценным императором, вернет мать в Константинополь. Там она поселилась в Большом дворце, но уже не играла больше никакой роли в государстве, ведя тихую и незаметную жизнь. Феофана также тихо скончалась, даже неизвестно когда и при каких обстоятельствах. Так закончила свои дни эта роковая женщина Византийской империи. В ноябре 1028 года император Константин VIII, сын той самой Феофана, которую мы только что рассматривали, смертельно заболел. Обострился вопрос престола наследия. Ни у Константина, ни у его покойного старшего брата Василия II Болгоробойцы не было наследников. Власть должна была перейти к племянницам братьев Зои и Феодоре. Как в жизни нередко бывает, сестры представляли друг другу полную противоположность. Зоя довольно циничная по натуре, любила красивый образ жизни, не жалела денег для удовольствия. Импульсивная она была способна на самые противоречивые поступки и всегда делала то, чего ей хотелось вот сиюминутно. Государственные дела у Зои вызывали откровенную скуку и даже император Василий II, любивший в общем свою племянницу, иногда не мог скрыть откровенного презрения к ней. Ну, Василий II это вообще такой прям державник самый настоящий и о нем на канале еще будет отдельное видео. Феодора, в свою очередь, была благочестива, целомудрена, она не испытывала влечения к мужчинам и была чрезвычайно бережлива. Добродушная, скромная, она была любезна со всеми. Стоит также отметить, что сестры, ну в общем мы видим из их характера, это неудивительно, очень не любили друг друга. И со временем эта неприязнь перерастет в ненависть и зависть. И вот теперь им должна была достаться империя. Однако, за исключением императрицы Ирины, рассмотренной ранее женщины в Византии самостоятельно, пока не правили. Поэтому Константин решил организовать брак Зои. Когда-то, в 1002 году, она была выдана замуж за германского императора Атона III, но жених умер до свадьбы. Теперь же ей уже было почти 50, но она по-прежнему мечтала о браке. После продолжительных дискуссий у ложи умирающего императора, государственные чиновники предложили кандидатуру 60-летнего сенатора, аристократа Романа Аргира. Однако он был женат и весьма счастливый. И Константин, не изменившись своим привычкам даже на смертном адре, объявил, либо Роман разводится с женой, либо будет ослеплен. Выбор был, в общем-то, так себе, и жена Романа облегчила ему принятие решения, остригла волосы и удалилась в монастырь. 12 ноября Роман венчался с Зоей в императорской часовне во дворце, 15-го Константин умер, а Роман Третий сел на императорский трон, рядом сияющей от счастья женой. И ненавистная Зоя Феодора в этот момент была сослана в монастырь. После восшествия на трон Романа, следующей обязанностью его и Зои стало продолжение династии, несмотря на их солидный возраст. И стремясь увеличить шансы на успех, они стали, конечно, жертвами многочисленных константинопольских шарлатанов, употребляли афодизиаки, делали очень странные упражнения, которые должны были вернуть им силу молодости. Окончательно потеряв надежду за иметь потомство, Роман Третий отказался делиться с Зоей не только любовью, но и деньгами, запретив ей доступ к сокровищнице. Фактически Зоя была на положении узника. Ну, что-то чуть полегче в этой ситуации. На этом фоне на политической арене появляется пофлагонский евнух Иван Арфанатров. Он был директором главного сиротского приюта в Константинополе, с чем и связано его прозвище. Арфанатров, оно это и обозначает. У него были два других брата Евнуха, а также младший брат, жене Евнух, который отличался невероятной красотой. Молодой 19-летний Михаил. Именно на этом Иван и решил сыграть. Он представил Михаила ко двору, и по всей видимости, Зоя безоглядно в юношу влюбилась. И в это время Роман серьезно заболел. Предполагают, что он был отравлен. Однако, если это так, то яд был какой-то либо сильно медленнодействующий, либо ребята просто с дозировкой совсем не рассчитали. Так или иначе, в апреле 1034 года Роман Третий Аргир умирает. Возможно, как свидетельствуют хронисты, а за ней иллюстрация, которую мы видим, он был утоплен. Но с полной уверенностью утверждать этого нельзя. Императором вскоре стал молодой Михаил IV Пафлагон. И если императрица надеялась, что ее второй муж будет играть роль коронованного раба, то ей суждено горько разочароваться было. Сразу стало ясно, что Михаил управляет империей гораздо лучше предшественников. Расходы и свобода Зои были урезаны еще больше, чем при романе Третьем. Положение ее, таким образом, еще заметнее ухудшилось. Подробнее о управлении Михаила Пафлагона можно посмотреть в видео о закате Византии. Здесь, в этом повествовании, в его рамках важно лишь отметить, что он обладал крайне слабым здоровьем, что очень быстро ставило вопрос вновь о престолу наследий. В связи с этим, Иоанн Арфанатров работал над тем, чтобы сохранить власть в руках своей семьи. Понимал, что сделать это можно только через Зою, потому что она обеспечит легитимность. И он представил другого юмного Михаила, Калафата. Его прозвище переводилось как Конопатчик. Оно было связано с профессией его отца Стефана. А Стефан был зятем Иоанна. Михаил сразу же бросился к ногам с императрицей и обещал быть ее преданным слугой. Зоя, в общем-то, старая и глупая, объективно говоря, женщина, не имея возможности с кем-то посоветоваться, стала легкой добычей. Под ее благословение в короткие сроки состоялось помазание Михаила Пятого на царство. Однако положение самой Зои еще больше ухудшилось. 18 апреля 1042 года в Константинополе была зачитана прокламация о ее высылке. Толпа возмутилась, требуя вернуть ее и изгнать Михаила Пятого Калафата. Внезапно стало ясно, что действительно легитимность власти в глазах народа держалась на ней одной. Последней, ну, одной из последних представительниц македонской династии. В течение нескольких часов население вышло с оружием на улицы и сначала они разграбили и разрушили роскошные особняки членов императорской семьи. В этой ситуации пофлагонцы понимали, что единственный шанс на спасение это вернуть Зою из ссылки до того, как толпа возьмет дворец, а она его уже штурмовал. За ней был отправлен корабль и, в общем-то, они успели. Императрицу вывели к народу вместе с Михаилом, но народ еще больше ожесточился, осознавая, что Зоя фактически является пленницей. В этот момент кому-то, видимо, из сенаторов пришла в голову мысль вспомнить о Феодоре, которую Зоя когда-то заключила в монастырь. Уже, если мы данных событий рассматриваем, практически 15 лет назад. Феодору почти насильно приводят в Константинополь и коронуют как императрицу. Михаил Калафат был объявлен неизложенным и позднее его положение станет совсем ужасным. В конечном итоге его и его дядю приговорят к ослеплению по приказу Феодору. Зоя, узнав, что ее ненавистная сестра будет ее соправительницей, пришла в ярость и приказала Феодору немедленно отправить обратно в монастырь. Но она вскоре выяснила, что народ в целом к Феодоре расположен и, оценив ситуацию, насколько это было возможно, решила, что лучше править вместе с Феодорой, чем не править вообще. Теперь сестры начинают править совместно. С самого начала в принципе было принято, что Зоя немножечко впереди находится в этом дуализме. Однако Феодору, казалось, не очень огорчало. И не считая некоторой расточительности и причуд Зои, в целом они правили страной более-менее достойно те несколько месяцев, которые им пришлось это делать. Они приняли указы, направленные против покупки должностей, усовершенствовали административную систему, сформировали трибунал для расследования злоупотреблений прошлого режима. В частности, дядю Михаила доставили из монастыря и после допроса он признался о том, что существует тайник, в котором находятся почти две тонны золота, которых не досчиталась казна. В таких масштабах воровали в Византийской империи. Однако к этому режиму отчаянно не хватало стабильности. Взаимная неприязнь между сестрами ввела к поляризации в правительстве. Чиновники в спорах вынуждены были занимать ту или иную сторону. И, в общем-то, сошлись нам мысли, что власть надо передавать мужские руки обратно. Конечно, единственной возможностью здесь был брак. Феодора, которая провела в девах уже более полувека, отказывалась даже рассматривать такую возможность. А Зоя ни о чем другом и не мечтала. И это несмотря на предубеждение церкви относительно трех браков. Третьих браков в видео, опять же, о Македонской династии, в которой я их не первый раз упоминаю. Мы рассматривали историю Льва Шестого Мудрого, которому очень тяжелыми усилиями дался его четвертый брак. Там эта борьба подробно описана. И, тем не менее, Зоя пошла на это, причем официально это обставлялось так, что она как бы жертвует собой, своим благочестием ради здоровья империи, ради ее сохранения. И ее помыслы уже были обращены к 64-летнему Константину Мономаху, который был представителем богатого и одного из древнейших семейств Бизантии. И Зою связывала с ним давняя связь. Когда-то Михаил IV и Иоанн Арфанатров, стревоженные тем, что отношения между ними становятся все более такими тесными, выслали Константина на остров Лесбос, а теперь он был возвращен оттуда и 11 июня 1042 года обвенчался с Зоей, а на следующий день состоялась его коронация. Императором Константин IX оказался абсолютно безответственным. Кумовство и коррупция разъедали империю еще больше, и вскоре после его смерти начнут давать свои плоды. Однако для Зои этот период ее жизни был довольно беззаботным. Впервые ее брак оказался довольно удачным и не привел ее к заточению или финансовым ограничениям. Константин, казалось, вообще не замечал причуд Зои, она тратила деньги на что хотела, и в 1050 году в возрасте 72 лет она умерла. Ее муж, Константин IX Мономах, умер пять лет спустя, и власть в этот момент перешла к Феодоре, которая уже долгое время была такой титулярной императрицей, но ее влияние было в основном формально. Теперь же она решила править единолично от собственного имени. И у нее это получалось тоже довольно успешно и уверенно, но ей шел 77-й год. Было очевидно, что надо искать преемника. И в последние дни августа 1056 года, когда стало ясно, что конец императрицы уже близок, советники Феодоры, прикидывая кандидатуру, остановились на Михаиле, который занимал должность стратеотика, то есть ответственный был за снабжение армии. Когда старая императрица уже была при смерти, ей представили Михаила, она по разным данным кивнула в знак согласия или возложила венец на его голову, и в течение нескольких часов он стал императором Михаилом VI стратеотиком, очередным неудачным, к слову. Вполне естественно, что когда женщина рассматривалась как приложение мужа, а в той эпохе это было именно так, лишь немногие из них действительно способны были влиять на политическую жизнь. Отметим также здесь закономерность, что даже на этих примерах мы видим что женщины не могли самостоятельно преодолеть эти ограничения. Все они были обязаны частью успешному браку, а частью рождению в правящей семье. Иным способом получить влияние в Византийской империи они просто не могли.